свободны ли мы я съела овсяную кашу этим утром потому что мне так захотелось это точка зрения что люди способны на полностью свободное действие называется либертарианской свободой воли но либертарианство противоречит тому что мы знаем об устройстве физического мира что одно явление вызывает другое таким образом многие либертарианцы признают что материальный мир сам по себе является детерминистическим например бейсбольный мяч летит по воздуху потому что кто-то ударил по нему биты на самом деле достаточно тяжело найти аргументы которые поддерживают либертарианскую свободу воли давайте посмотрим смогут ли жесткие детерминисты предложить что-то получше французский философ 18 века поле анри тири гольбах сказал что на самом деле ни одно из наших действий не свободно гольбах верил что все происходящее прямо сейчас результат непрерывной цепочки событий все говорил он является неминуемым результатом того что происходило прежде включая все что мы делаем наши действия вызваны таким же образом как хоумраны вызваны ударом битой по мечу или как торнадо появляется при смешивании теплого воздуха с холодным в нужных условиях это означает что люди и человеческие действия всего лишь часть материального мира ограниченного физическими законами это убеждение часто объясняется таким понятием как редукционизм редукционизм это взгляд согласно которому все части мира нашего собственного опыта можно отследить или значительно упростить до одной единственной вещи например вы воспринимаете свой разум как что-то способное принимать свободные решения вы думаете что все что происходит у вас в голове когда вы делаете выбор совсем не похоже на битые мячи но дело в том что ментальное состояние это состояние мозга или как минимум оно связано с вашим мозгом а состояние мозга биологическое и биологическое состояние и это физическое состояние, а физический мир как мы уже выяснили, детерминистически There's just no room for free will in this picture we think we're free, but we're not O y struggling, as scientific thinkers, why would we assume that we are В этой картине попросту нет места для свободы воли, мы думаем, что мы свободны, но это не так, да и в самом деле, как научные мыслители, с чего вдруг мы вообще допускаем, что мы свободны, с чего мы думаем, что мы чем-то отличаемся от всего остального во вселенной, что делает нас такими особенными Либертарианцы правы в том, что очень тяжело игнорировать чувство свободы Если я не решил съесть на завтрак овсяную кашу, то почему я чувствую, что я решил? И что заставило меня это сделать? Жесткие детерминисты говорят, что различие между причинами человеческих действий и причинами физических событий, наподобие бит и ударяющий мяч заключается в различных невидимых причинах, которые происходят в нашем мозгу А именно, когда убеждения совмещаются с нашими желаниями и нашим темпераментом, то мы получаем преднамеренное человеческое действие Совместите мое убеждение, что овсяная каша полезна с моим желанием правильно питаться и темпераментом, который вызывает у меня предрасположенность наслаждаться теплой углеводной домашней едой Та-дам! Вы получили овсяный завтрак Сейчас вы можете возразить, что эти конкретные убеждения, желания и темперамент могут привести к безграничному количеству вариантов завтрака, манной каши или гранолиа Но если копнуть достаточно глубоко, то вы увидите, что есть факторы, которые исключают эти варианты, как и любой другой вариант Может я немного переживаю, что одна из моих пломб расшатается, поэтому я избегаю гранолу из-за того, что она слишком жесткая Или я просто не очень часто думаю о манной каше, в том смысле, что у нее больше не очень хорошая узнаваемость Да и вообще, что такое манная каша? Овсяная каша, вот, прямо передо мной Или может быть я на мгновение подумаю сделать завтрак из кинуа, который такой модный сейчас, но мой ленивый темперамент или убеждение того, что я опаздывал подталкивают меня выбрать вариант 90 секунд микроволновки Видите, как это работает? Все, что вы должны сделать, это изменить один фактор убеждения, желание или темперамент, и вы получите другой результат, другое действие Жесткие детерминисты утверждают, что только лишь потому, что мы не можем точно определить факторы, которые привели нас к действию, мы могли бы в теории вычленить их Если бы мы знали достаточно о всех убеждениях, желаниях и темпераментах, кружащихся у нас в головах Так что с этой точки зрения, то, что мы называем решение, на самом деле является неизбежным результатом кучи ментальных штук, соединившихся определенным образом Может они и ощущаются свободными, но на самом деле они ими не являются Но постойте, неужели нет никакого выхода? К примеру, что если я найду кого-нибудь, кто будет выбирать завтрак за меня? Что если я прибегну к случайному выбору, например, к подбрасыванию монеты? Ведь если я брошу монету, то решение, получается, будет принято не убеждениями, желаниями или темпераментами К сожалению, нет Потому что даже если я думаю, что выбрал случайно, мое решение подбросить монету или попросить кого-то выбрать за меня было так же предопределено, как и все остальное И угадайте что? Если вы злитесь на меня из-за того, что я вам говорю, что ваш выбор не свободен, эта злость была предопределена Если эта тема вам показалась запутанной или скучной, ага, все еще предопределено Если вы думаете, что можете свободно решить остановить это видео, но вы до сих пор этого не сделали Хорошие новости, это тоже было предопределено Детерминисты считают, что вы не можете не чувствовать и не реагировать так, как реагируете именно сейчас Вы можете думать, что выбираете действовать в рамках, которые соответствуют персонажу, которого вы выбрали и подстроили под себя Но даже этот выбор — результаты различных уже предопределенных факторов о вас и о вашем месте в мире Жесткий детерминизм трудно опровергнуть И у этого есть ряд неприятных последствий Это значит, что то глубоко укоренившееся большинство у нас чувства, которое говорит нам о том, что мы принимаем свободные решения Оно просто ложное И весь концепт личной ответственности тоже выброшен в окно Как вырезался Гольбах, мы просто шестеренки в механизме Которые делают то, что всегда должны были делать без какой-либо воли Эдип должен был убить своего отца и жениться на матери Я должен был съесть овсяную кашу А вы? Вы просто должны были продолжать смотреть Вы не могли отвернуться На сегодня все Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить разбор фраз из этого видео Также подписывайтесь на наш паблик, где будет проводиться голосование, какие из фраз и выражений попадут в следующее видео На самом деле на их канале есть еще одно видео, посвященное детерминизму Но оно посвящено вопросу, какое моральное право мы имеем наказывать людей за преступления, если их действия были предопределены Я считаю этот вопрос мало того, что тупым, он также не имеет никакого отношения к философии или к тому факту, что свобода воли не существует Но, если это видео соберет 50 лайков и 10 комментариев, которые хотят его увидеть, то так и быть я его сделаю Детерминизм это свобода Увидимся